Русская Православная Церковь 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 Александр Невский — это грандиозная историческая фигура, сочетавшая в себе и высочайшее мужество, волю, отвагу и христианское смирение, политическую мудрость, глубокую веру. В конце своей короткой жизни, а прожил он только 42 года, князь Александр Ярославович принял монашеский постриг с именем Алексей. Но незаурядные духовные свои качества Александр Невский проявил еще в самом расцвете политической и военной своей биографии. Ему довелось жить в труднейшее для России время. Когда княжичу было только 16 лет, почти все северные княжества были стерты с лица земли ордынским нашествием. На Новгород наступали тевтонские полчища. Русь распадалась и погибала. Приходилось идти на тяжелые компромиссы. Ордынцы требовали дания, тевтонцы насаждали иную веру, дабы уничтожить национальную идентичность Руси. Александр смирился перед первыми и дал решительный бой вторым. Он, как истинно богомудрый муж, праведчески отстоял нашу самобытность, нашу веру, а вместе с ней и величие будущей Руси. Мы молимся Ему о спасении и заступлении нашей родной отчизны, нашей страны. Мы молимся об укреплении веры православной. И вы, Владыка, имеете сослуги перед страной и Церковью. Через вас Господь дает нам богопознание, открывает нам глаза на евангельские истины, на молитвы. Мы видим, как Господь через вас действует и укрепляет всю нашу московскую епархию и наше Подмосковье. Господь говорит, что праведники вовеки живут. Вот и Александр Невский живет в памяти всего нашего народа, как защитник земли нашей, веры нашей. Его буквально крылатая фраза хранится в памяти нашей. Не в силе Бога, а в правде. Мы поражаемся, как за 43 года можно исполнить столько добрых дел. Мы наседаемся Его жизнью. Мы благодарим Господа и Его подвижников на нашей земле. Мне сегодня особенно трогательно слышать молитвы детей. Дай Бог всем нам здравия, спасения, во всем благого поспешения и мира в жизни, в семьях наших и в нашем возлюбленном Отечестве. На следующий день, 7 декабря по новому стилю, празднуется память святой великомученицы Екатерины. Главный подмосковный храм, посвященный ее памяти, находится в Екатерининской пустыне, в мужском монастыре, расположенном в Видновском районе. В этом году здесь отмечалось 355 лет основания этой обители. Она была заложена царем Алексеем Михайловичем Романовым в память видения ему во сне великомученицы Екатерины, в честь которой он затем назвал и свою дочь. В прошлом году в монастыре тоже был юбилей, 20-летие возобновления здесь монашеской жизни. Тогда же был освящен и третий, последний из восстановленных монастырских храмов в памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Но вне зависимости от юбилеев, владыка-митрополит каждый год приезжает в эту обитель в день ее престольного праздника, чтобы разделить общую молитву и с ее настоятелем, епископом Видновским Тихоном, который уже 21 год управляет этим монастырем, и с огромным количеством богомольцев, которые всегда, а особенно в этот день, притекают сюда и со всего Южного Подмосковья, и из Москвы. В этом году владыки также по традиции сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинные монастыри Московской епархии, братья монастыря и собор Видновского духовенства. Молились за богослужением и глава Видновского района Сергей Кошман, и другие прихожане, паломники, благотворители этой славной обители. Святая Великомученица Екатерина – одна из самых известных и самых любимых в народе подвижниц первых веков христианства. Красавица знатного рода, она отвергла женихов земных ради жениха небесного. Пошла против языческих заблуждений и сумела не только силой премудрости снискать многочисленных и влиятельных последователей, но и силой духа противостоять противникам еще более влиятельным, запечатлев свои убеждения высоким жертвенным подвигом. После страшных мучений и казни тело Великомученицы Екатерины было перенесено на Синай, где в память ее названа и самая высокая гора полуострова, и один из древнейших мужских монастырей. Так что святая Екатерина по справедливости почитается как одна из основоположниц и покровительниц монашества. Не только женского, но и мужского. Монашества как такового, как подвига самоотречения и любви. Обитель встретила свой юбилей новой стадии благоустройства. Был отреставрирован игуменский дом, где смогут находиться на покое пожилые архиереи из других епархий. Для храма от местных властей были подарены священные сосуды, а владыка вручил епархиальные награды и медали, и благословенные грамоты некоторым особенно жертвенным и деятельным благотворителям этой святой обители. На Видновской земле, после того, как значительная часть ее отошла к Новой Москве, осталось 25 храмов. Но сейчас на разной стадии строительства и проектирования находятся еще пять. Вспоминая житие святой великомученицы, мы поражаемся, как эта чистая юная дева привела вере и царицу, и воинов, и современных мудрецов. Мы благодарим Господа, что и на нашей земле силы ада не смогли одолеть Церковь Христову. Сон, неисчислимый сон мученика явила наша Церковь, и мы чувствуем, что вера Христовая – это самое дорогое, ценное для нашей жизни, потому что она дает нам радость, силу, и как тогда, во времена язычества, как в прошлом веке, так и сегодня наша Святая Церковь любым искушением противостоит силой веры, которая сильнее всего на свете. Мы ревностно проповедуем учение Христова, чтобы каждый мог спастись и в разум истины прийти. Я желаю вам всем, возлюбленные братья и сестры, чтобы вы, вдохновляясь подвигами мучеников и новомучеников, пусть никакие искушения и соблазны мира не смогут вас отвратить от лица Божия. На следующий день митрополит Ювеналий посетил Северное Подмосковье. Еще один мужской монастырь, расположенный в Дмитровском районе, на речке Пешноши, при впадении ее в Яхрома. Никола Пешножский – один из древнейших монастырей Подмосковья. Он был основан ближайшим учеником, сопостником и другом преподобного Сергия Мефодием Пешножским. Владыка осветил в этом монастыре Богоявленский храм, совсем небольшой, расположенный во втором ярусе древней монастырской колокольни. В первом ярусе тоже есть храм, как раз в память преподобного Мефодия. Всего же в монастыре сейчас семь храмов, пять отдельно стоящих и два в колокольне. Причем освященный ныне Богоявленский был еще два столетия назад переоборудован в библиотеку. И вот только теперь ему вернули прежнее святое предназначение. Так что в современном монастыре храмов окажется даже больше, чем их было перед революцией. А ведь и тогда это был один из самых больших и, безусловно, один из самых красивых монастырей Подмосковья. В нем подвязалось более двухсот насельников. После многолетнего поругания эту обитель вернули верующим шесть лет тому назад. И вот с тех пор в основном стараниями главы Дмитровского района Валерия Гаврилова здесь каждый год реставрируется и освящается по одному храму. Нынешний Богоявленский стал уже шестым по счету. Теперь остался последний больничный в память Дмитрия Ростовского. Божественную литургию Владыка возглавил в Центральном и древнейшем Никольском соборе. Одном из самых древних храмов Подмосковья. Он был построен в начале 16 века на еще более древнем фундаменте. А заново освящен два года тому назад. Владыки сослужили епископ Серпуховской Роман, а также настоятели большинства мужских монастырей Московской епархии. Всего их насчитывается 12. Сослужили также и благочинные, и местное духовенство. Храм был наполнен паломниками. Взрождение Николопишножского монастыря это одна из самых ярких, воистину героических страниц современной церковной истории. Не только Подмосковья, но и России. Венцом этого возрождения станет первосвятительский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который намечен на август следующего года. Посещение святейшим патриархом обители, где неоднократно бывал, молился и трудился преподобный Сергий, станет главным духовным событием в Московской епархии в юбилейный год игумена земли русской. Уже к 18 июля, к дню памяти преподобного Сергия, как прилюдно пообещал глава района, монастырь будет восстановлен окончательно. Дмитриевский храм, братские больничные корпуса, стены, башни, гостиница, прилегающая территория. Здесь будет разбит большой фруктовый сад. Я уверен, что к приезду патриарха это будет великолепие, это будет радость всех наших прихожан и, конечно, даст добро всему нашему Дмитриевскому району. Я думаю, что только через веру в Бога можно решить многие проблемы. Дорогой Валерий Васильевич, нам очень дорого и ценно, что вы проявляете исключительную заботу о нашей Церкви, о возрождении наших порушенных святынь. И мне хочется вдохновить вас, сказать, что это современное великое чудо, с которым мы соприкасаемся. И очень трогательно, что руководитель Дмитровской земли взял на себя подвиг освободить этот монастырь. Выделен участок земли, и там построена прекрасная больница. Невозможно представить, какие огромные средства потребовались для воссоздания нашей национальной святыни. Великая ответственность, чтобы денно и нощно, и молитвенно, и трудами созидать здесь духовную жизнь, привлечь и благочестивых паломников, и монашествующих. Крам Божий – это наше тело, где пребывает Господь. И наша задача, священнослужители, вернуть Господа в сердца людей. Аминь. Многое вам всем и благая лето! По окончании богослужения Владыка еще раз осмотрел ход реставрационных работ в рамках подготовки первосвятительского визита. В частности, побывал в надвратном Преображенском храме, единственном из шести вновь освященных, которые он освящал не лично, а по его благословению епископ Роман в прошлом году. У нас все получится, Владыка, все. Помимо возрождения семи монастырских храмов, 11 корпусов, башен, прудов, сада, даже близлежащей приходской церкви в Куликово, будет восстановлен еще и древний святой источник с надплодезной часовней. Там же коммунисты 10 машин бетона туда залили, забили его. Сейчас мы все просверлили, вода все идет чистейше, а вот теперь мы его обустроим, обустроим в горе. Владыка предложил эту воду бутылировать. Да, и вот может быть преподобного. Вообще хорошая идея. С балкона Преображенского храма планируется обращение святейшего патриарха к народу. Вот эту речку Яхру мы все чистим, здесь все благоустроим. Патриарх здесь заезжать будет. До стороны Рогачева, чтобы вот это благолепие, когда мы отсюда проедем, вот красота. Вдалеке видны корпуса новой психиатрической больницы, куда уже в январе переедут последние постояльцы, еще живущие здесь в обители. А вот он, вот он, да, вот он. Виндом, там несколько корпусов. Возрождение монастыря потребовало колоссальной реставрации, но прежде всего еще более дорогостоящего строительства – новой больницы для душевнобольных. Прежде она находилась в обители, относилась к московскому городскому ведомству, и потому перевод ее потребовал не только длинных и трудных переговоров, но и огромных затрат. Радостно очень. И как вам Господь это внушит? Взялся и все? Сверху там все, Владыка, оттуда все. Помогай вам Господь. Оттуда все. В истории монастыря были времена, в 18-м столетии, в эпоху секуляризации, когда его, несмотря на древнюю славу, собирались закрыть. И вступились тогда за обитель именно местные дмитровские дворяне и помещики. Просили сенот, построили его, соответственно, дмитровские князья. Так что здесь все традиционно. С очень радостным чувством уезжаем. Да, да, да. Спасибо. Всего вам. Спасибо.